Aston Martin Vantage в злой версии AMR получил механическую трансмиссию, теперь уже редко встречающуюся на суперкарах. Семиступенчатую коробку, уже опробованную два года назад на модели V12 Vantage S, разработала фирма Graziano. Как и на 12-цилиндровом Vantage, у модели AMR сохранилась отключаемая функция автоматической перегазовки, которая подбирает оптимальные обороты двигателя при переключениях. Рычаг же перемещается по пуристской схеме собачья нога. Первая передача включается движением влево и на себя, напротив задней. Таким образом, вторая, третья и четвертая передачи находятся друг напротив друга, что облегчает манипуляции, например, в скоростных поворотах. 4-литровый битурбомотор V8 у версии AMR выдает те же 510 лошадиных сил, что и у стандартной машины, но крутящий момент снижен на 60 пунктов, до 625 ньютон-метров. Первая сотня достигается за 4 секунды, это на 0,3 медленнее Aston с автоматом. Максимальная скорость – те же 314 км в час. Модель будет выпущена ограниченным тиражом в 200 экземпляров. Стартовая цена – 150 тысяч фунтов стерлингов или почти 13 миллионов рублей. Московский центр организации дорожного движения предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля. Авторы инициативы ссылаются на опыт других стран, где взыскания равномерно чувствительны для всех. В России же максимальный штраф в 5000 рублей – это пустяк для одних водителей и запредельно много для других. Узнавать уровень доходов предполагают налоговые службы. Напомним, что власти активно готовятся отменить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км в час. В пользу этого уже высказались и ГБДД, и Минтранс, и Московский департамент транспорта. Субтитры создавал DimaTorzok